друзья всем привет сегодня у нас с вами заключительный пятый этап мы будем собирать нашего зайку все детальки готовы я очень извиняюсь что я так надолго задержала последний этап просто не было возможности снять но я собралась силами нашла свободное время и мы сегодня с вами соберем нашего зайку нашего милашку так первым делом я увидела что хвостик у меня не набит поэтому я его наполню я если честно даже не помню говорила я вам или нет но если не наполнили то наполните холофайбером я вот использую карандаш с резинкой очень удобно он не дает холофайберу никуда выскочить то есть он его отлично заталкивает холофайбер за резинку цепляется и хорошо заходит вовнутрь если вот небольшое отверстие такое так наполним и будем дальше собирать нашего зайку у нас будет с вами уже готовая игрушка я внизу оставлю ссылку на свой инстаграм как с игрушками если кто-то свяжет то сбрасывайте туда фотки либо отмечайте просто что я посмотрю мне интересно какие же у вас зайки получатся соберем с вами целую кучу заек целую стаю так ладно значит что мы делаем первым делом первым делом мы с вами пришьем туловище голове или голову к туловищу смотрим берем наши туловище вот видите вот здесь такой выступ это наш животик то есть это перед и прикладываем голову смотрим чтоб вам все нравилось положение и начинаем пришивать за счет того что у нас есть вот это вот пространство мы не полностью с вами закрывали петли когда вязали за счет этого у вас не будет голова болтаться лево вправо она будет держаться именно так как должна то есть крепко значит что можно сделать можно прикрепить ее иголочками чтоб не съехала но я не прикрепляю я пришиваю так то что именно вот голову мне неудобно я могу прикрепить там лапы и уши это уже да а вот голову я все-таки пришиваю так вы делаете как вам удобно значит у меня вот такая вот иголочка она идет с тупым концом это иголка из набора спиц то есть продавались спицы и в этом наборе шла такая иголочка очень удобно вот этот вот слушайте фокусе потеряла такая иголочка с таким тупым наконечником очень удобно ей пришивать она хорошо проходит именно вот в эту нить в джинс то есть полухлопок просто супер мне очень нравится ей работать и как-то ее куда-то положила и забыла и была очень очень расстроена и ушко здесь достаточно большое для нитки нитка хорошо входит так ну все начинаем пришивать пришивайте так как вам удобно там я не знаю существует огромное множество швов как пришивать у каждого свой любимый поэтому начинаем я вообще беру захватываю сначала одну петлю на туловище и следующую петлю уже на голове так главное смотрите чтоб у вас животик был впереди а не оказался сзади таким образом захватываю главное сделать несколько первых стежков но как назло кто-то тут у нас укатается так главное сделать несколько первых стежков чтобы она более-менее начала держаться и тогда у вас дело пойдет поэтому здесь в принципе ничего сложного нет так что давайте пришиваем голову если где-то видите что мало то можете там как-то аккуратно по второму кругу пройтись и все новых болтается но по идее она у вас не должна болтаться за счет того что шеи не до конца стянут это такой лайфхак скажем так что чтобы игрушка не ходила ходуном голова от шеи и не закрывает до конца петли что-то у меня здесь на кассе полива но ничего я видите пропущу несколько петель потому что здесь за голову слишком много взяла пропустила поэтому сейчас я пропущу дотяну и вернусь к тем что пропустил так ладно я пока отключаюсь потому что на камеру не очень удобно шить принцип я думаю вы поняли поэтому давайте пришиваем голову к телу так значит я пришила по первому ряду как начала и потом меня голова немножко ходила ходуном скажем так мне не хватило вот этой вот крепости пришивания поэтому вот здесь так вот здесь где я пришила вот этот первый ряд я беру на один ряд выше на голове захватываю петлю и на один ряд ниже возле шеи захватываю и таким образом она пришивается еще крепче и она уже вот видите никуда не лево не вправо дальше все прошили закрепляем нашу нить я делаю такой вот узелок я думаю кто с иголкой сталкивался умеет делать узелок и дальше возле узелка в эту же петлю продеваю иголку вывожу ее протягиваю и таким образом наш узелок прячется никакого узелка нет ну и дальше произвольно я запутываю нить в наполнителе то есть опять-таки иголкой вводите выводите он не распуталась нить и запутываете наполнители чтоб она никуда у вас не выехала голова ваша не оторвалась все очень просто в этом плане завожу и вывожу все я считаю что достаточно обрезаем если что-то вот видите остался маленький и я его туда заталкиваю либо крючком любая иголка кому как удобно так все решили все голова наша только если ее вот так подергать дальше у нас с вами остались ушки и лапки и хвостик задние лапки и передние лапки да мы все примеряем как бы допустим не было написано в схеме даже если готовую кружку вяжешь я все равно примеряю как мне нравится значит ушки можно вообще сделать три варианта ушек можно сделать ушки вот так решить на середину головы вот можно сделать их вот так то есть висячим можно вообще сделать вот так ушки но я не знаю мне кажется зайка это все таки вот такие ушки поэтому я и буду здесь настоя прикреплять так лапки все примеряем делаем так как вам нравится здесь если не примерять ничего и не выйдет все должно быть так как нравится вам вязать можно по схеме собирать я считаю на это лично мое мнение всех мы может быть разным мнением может кто-то хочет повторить игрушку точь-в-точь но точной копии вязаных игрушек не бывает каждая игрушка она индивидуально вы можете все сделать точно так же как предыдущий раз но каждая игрушка выйдет у вас со своим характером и это вы даже здесь увидите на моем примере ваша игрушка будет отличаться от моей так сейчас посмотрим примере им лапки посмотрю что у нас получится ну такой получается милашка хвостик мы пришьем когда пришьем лапки нижние если вдруг он будет у вас заваливаться назад то хвостик будет такой как такая подставочка своего рода так мне кажется все таки вот так наверно пришьем лапки ученый с ушками я все таки хочу чтобы у него ушки были стоячем положении но вы можете делать так как нравится вам еще иголки не хотят плесть я уже вижу что я их крепко прикрепила ушки наши ну ладно мне главное пока примерить как это все будет выглядеть вот такой он у нас получается он будет сидеть на своих лапках такой скромняшка но по моему милы мне кажется очень мило получается зайка или можно даже ушки сделать вот так если мы возьмем активная иголочка и вот здесь сделаем пару стежков буквально два стежка у основания у нас получается вот такое вот ушко но уже посмотрите смотрится совсем по-другому нежели вот это вот мы его пришьем и сделаем то же самое со вторым это пока так скрепим иголочкой чтобы было видно ну и примерно на одном расстоянии то есть смотрите вот у вас серединка головы я вот возьму два сюда в сторону и два сюда и вот так пришью ушки видите уже совсем другая мордашка получается когда ушки такие значит все примерили я для начала пришью ушки у нас у меня уже иголка здесь торчит значит я смотрю вот серединка как я говорила уже повторюсь вот серединка от нее отступим с вами два столбика два ряда вернее не два столбика два ряда и уже здесь будем пришивать можете закрепить опять таки булавочками чтоб все у вас ровненько было и так пришиваем значит я пришиваю видите тоже за два ряда два ряда отступили и через два ряда я продеваю иголку чтоб лучше ушко держалось никуда не падало так вот когда пришиваем вот такая иголка очень хорошо пролазит лучше чем с острым концом как бы это банально не звучало на острая иголка пролезает хуже вот этой и уже пришиваем так следующий до конца ушка будем пришивать с вами и так я ушки пришила одно пришивайте второе по аналогии у меня вот я захотела одно вот так немножко в бок вот и второе прямо видите уже милая мордаха получилась нам осталось пришить лапки и хвост значит лапки наметили и опять таки пришиваем так что касается задних лапок то они у меня получаются вот здесь их можно значит сколько у нас от серединки отсчитываем два четыре пять вот на пятом ряду пятый шестой ряд где-то вот так и пришиваем их они такие пухляши у нас поэтому их лучше прикрепить булавочками они никуда не уехали на одном уровне прикрепляем так я их немножко видите поддвинула все таки мне показалось что неудобно будет раз два три четыре пять вот и сюда ну вот вот такие у нас будут лапки и начинаем пришивать все просто пришивать здесь в принципе не сложно я вам говорю что зайка достаточно милый но делается очень просто вот самая банальная схема и детали в принципе можно даже передние лапки ввязать в тело в процессе вязания но мы это делать не будем они тогда просто будут ровно по швам то есть ровно вдоль а мы сделаем немножко вот сюда вперед вот так может даже морковочку ему дать в лапке так все пришиваем все точно так же здесь захватили ряд и захватили столбики на лапках пришили вот так банально и просто если у вас есть какие то вопросы то вы задавайте потому что я первый раз снимаю на видео то как я вижу поэтому некоторые моменты возможно вам будут непонятны либо я что-то упускаю не стесняйтесь пишите спрашивайте будем решать вопросы вместе так В последнем ряду Нужновато Но ничего Мы справились Если нить у вас, кстати, хватает Нитки, вы смотрите на вторую лапку То можете не Не отрывать нить А продолжить То есть просто ее Снова в ряд Вводите и Здесь пропускаете несколько столбиков И возле второй ножки уже выводите Я сейчас посмотрю Все ли нормально у меня здесь пришито Все ли хорошо Я, наверное, еще Сделаю один стежок И потом, в принципе, нить у меня Достаточно длинная Еще Я ей уже Пришью и вторую лапку Вот, берем Так Опа Вводим Все Так Ну вот Вторую пришиваем по аналогии Так Пришили Хвостик, лапки, ушки Вот так вот он у нас сидит Теперь нам осталось пришить верхние лапки Тоже Смотрите Как вам больше нравится Хотите вот так Хотите Пусть будут просто вдоль То есть здесь уже по вашему желанию Прикрепляете И будем с вами пришивать Значит Пришивать мы можем Каждую лапку отдельно Ниточкой пришивать Захватывая Столбики С лапки И наряд здесь Либо Мы можем взять Их вот так вот Сделать ровно Две лапки И продевать Нить Здесь Через туловище Выводить То есть вот так вот Через туловище Выводить сюда И снова Отсюда Сюда То есть так Такого рода Нитяное крепление Но Вот на эти лапки Я все таки рекомендую Просто пришить Каждую лапку К своему Месту На туловище Потому что Мы здесь связывали Вместе Все таки Нитяное крепление Оно больше К закругленным лапкам Когда вот здесь У вас идет Закругленное Мы тогда С этой стороны Берем несколько столбиков Вводим Но в общем Это все нюансы Нужно Это все нужно Показывать На других игрушках Поэтому Я буду просто Пришивать лапку Буду пришивать Их вот так Потому что В лапке Я хочу дать Нашему зайчику Вот такую вот Морковочку Тоже связанную И вот так Это все будет Выглядеть Вот так вот Кому будет интересно Как вязать Морковку Пишите в комментариях Я с вами Поделюсь схемкой Достаточно быстро Достаточно быстро И просто вяжется Итак Приступим Пришьем Нашему зайчику Ручки Так вот Я захватываю здесь И ввожу Вот сюда И все И пришиваем По всей Длине Нашей Ручки То есть Очень просто Ничего сложного Нет И быстро И быстро Так Лапки Я пришила Вот они У нас Такие Подвижные Вы можете Ему что-то Дать Лапки Можете просто Играть Такие Обнимательные Лапки Особенно Для маленьких Деток Ножки Тоже Подвижные Такие В общем Он вот так У нас Сидит Вот На хвостике Благодаря хвостику Он опирается Вот такой Вот зайка У нас Получился И сейчас Я ему В лапки Пришью Морковочку И вот так Он ее Будет Держать Итак Друзья Ну вот Такой Зайчик У нас Получился Так Он Выглядит Такой Миленький С морковочкой Сам Сидит Сейчас Я вам Попробую Показать Во весь Рост Так Скажем Как Это Все Выглядит Вот Так Вот Выглядит Наш Зайчик Весь Рост Он Достаточно Большой Получился Как Вам Тут Показать Я Если Честно Потерял Свой Сантиметр Не Могу Его Замерить Обычный Карандаш И Плюс Еще Полтора Карандаша В сидячем Положении Вместе С ушками 27 Сантиметров Если Полностью Его Растянуть То 33 Сантиметра Вместе С ножками И Ушками Потому Что Ножки Вот Эти Вот Они Такие Достаточно Пухленькие Вот Такой Милый Зайка У нас Получился С вами В результате Совместного Вязания Спасибо Что Вязали Вместе Со мной Надеюсь Вам Понравилось Пишите Свои Впечатления В комментариях Кто Свяжет Зайку То Делитесь С фотографиями Либо Присылайте Мне В директ В инстаграм Я вам Ссылку Оставлю Либо Отмечайте Меня На своей Страничке Мне Будет Очень Интересно Посмотреть На ваших Пупсиков Заек Спасибо Что Были Со мной Подписывайтесь На канал Если Вы Еще Не Подписаны Если Есть Какие Пожелания Хотите Кого То Еще Совместно Связать Тоже Пишите В Комментариях Всем До Новых Встреч Пока Пока